Девушки отдыхают То есть такие вещи нам сегодня необходимы, такие собрания, потому что нам очень много есть что обсудить. Мы с вами видим, что меняется вся архитектура международных отношений, и сейчас все страны мира смотрят на Россию, что будем делать мы, потому что именно от этого зависит, что будет происходить в других странах мира. У нас очень сложная ситуация, вы все это прекрасно понимаете. На протяжении всех этих 8 месяцев ведутся разговоры о том, что страна не имеет суверенитета, а что же нам тогда делать, а как же нам тогда воевать. Я не буду повторять все вопросы, которые наверняка есть у каждого из нас. Сейчас сразу скажу, что для себя я выбрала вот такую тактику. Мне кажется, что стратегия в принципе нам понятна, то есть я назову ее так, стратегия народосбережения. А вот так, в смысле тактики, я думаю так, нужно работать и делать свое дело. И вот как бы когда-то было, когда-то наши предки там во времена Великой Отечественной войны, блокадам Ленинграда, как они говорили, вот день прошел и хорошо, да, значит живем дальше. И каждый день мы делаем то, что мы обязаны делать, то, что нужно делать. Самое главное, чтобы внутри нас было вот это четкое понимание, что сегодня мы не имеем права жить так, как мы жили, ну скажем так, еще 8 месяцев назад. Потому что без состояния внутренней мобилизации ничего не произойдет. Началась горячая стадия, все. Все. Значит, сегодня необходимо срочно подключаться, шевелить мозгами, что каждый на своем месте может делать для того, чтобы победить. А вот с чем мы имеем дело, кто конкретно наши враги? Вот сегодня мы и будем разбирать. Значит, нашу сегодняшнюю встречу мы можем построить, так сказать, в двух форматах. Первый, я могу просто отвечать на ваши вопросы, если хотите. И второй формат, я могу вам все-таки рассказать доклад, который я приготовила, и вот мы можем как бы прерываться, отвечая на вопросы, как вы хотите. Доклад. Хорошо. Хорошо. Тогда я надеваю очки. А, я не могу это. Итак. Значит, ну, я думаю, что вот я уже видела тут достаточное количество людей, которых очень рады видеть, с которыми мы уже встречались неоднократно. Это замечательно. Значит, соответственно, какие-то основные базовые вещи можно опустить. Ну, начнем с того, что мы все прекрасно понимаем, что все, что сегодня происходит во всем мире, это управляемый хаос. И, соответственно, кто-то за этим стоит. Ну, нас сегодня больше всего интересует все-таки наша страна, да, что будет с нами. Значит, и поэтому вот такое название доклада, да, как «Образы кино». Во-первых, потому что я к этому имею непосредственное отношение, но еще и потому, что кино является, конечно же, самым мощным транслятором того, что нужно, ну, скажем так, правящему режиму. Да, значит, сегодня мы с вами живем, на мой взгляд, на поле битвы когнитивной войны, которая объединяет боевые возможности кибернетической, информационной, психологической и социальной инженерии с целью одержать победу без физической борьбы. Это я сейчас говорю про нас, про мирное население, про наших ребят на поле боя, да, мы не говорим, я человек не военный, я не имею права ничего тут говорить, и у нас сегодня с вами другая задача. В когнитивной войне в качестве оружия используют общественное мнение с целью дестабилизировать общество, и заинтересованные силы оказывают воздействие на высший уровень мышления человека, его смыслы, ценности, которые предопределяют его поведение. Меняя их, меняя интерпретации физических событий, они в результате приводят общество к новому типу поведения. Ярчайший пример, который вот сейчас происходит в соцсетях, вот последние два дня вот со мной. У меня было недавно интервью, где я говорила о том, что нам сегодня необходимо пересмотреть воспитание наших мальчиков, наших будущих мужчин. Если раньше в советской школе у нас был предмет начальной военной подготовки, я, кстати говоря, сама была в школе, значит, участницей зорницы. Вы помните, да, вот такие были соревнования между школами, районами и так далее. Вот, от школы у нас выбирали, значит, 10 человек. Вот, я была одной девочкой, было 9 мальчиков. Вот, я разбирала на время, разбирала и собрала на время автомат Калашникова и, значит, была стрелком. Прекрасно. Я сейчас не помню, какое место мы там заняли, но, в общем, все как-то было замечательно. И это было нормально. То есть мы, как бы, понимали, что есть еще, как сказать, другая форма физической активности. Вот. Она такая вот начальная военная. А сейчас у нас мальчики все стали инфантилами. Ну, не все, да, но, как бы, большинство. И что, и поэтому вот это видим. Так нам же сейчас, всем родителям необходимо, как сказать, вернуть вот эту, как сказать, другую грань физического воспитания. И не фитнес-клубы детей записывать, а спортивные комплексы, да, ну, к примеру. Так вот, это я все к чему говорю. К тому, что уже цепсошники это все развернули в другую сторону. Значит, там, как будто бы я призываю сейчас, значит, всех матерей учить своих детей там стрелять. И для того, чтобы там продолжать на Украине. То есть переврали, по сути, как бы я сказала, но другой акцент, понимаете. И вот это вот смещение смысла мы сейчас видим, наблюдаем, в общем-то, во всех областях. Вот сегодня как раз мы будем это разбирать. Это есть вот та самая когнитивная война. Для чего? Вообще главная цель того, что сегодня происходит, и как бы для чего вот эта махина была запущена? Запущена она была в основном, вот такую, как бы активную фазу. Она вошла в начале 20 века. Почему? Потому что в начале 20 века, когда произошла уже промышленная революция, начались уже, как бы, другие технические средства уже массового воздействия. То есть массовой манипуляции обществом. То есть появились уже там и журналы, и, собственно, другие средства подачи информации, и в том числе кинематограф, который, как говорил Ленин, является важнейшим из искусств именно по степени воздействия, потому что тогда мы имеем в виду воздействие образами. Образы – это уже не информационный поток, который мы воспринимаем только мозгами. Образы действуют, воздействуют на нас через эмоциональный ряд, а значит, самое яркое впечатление на нас производит та или иная информация, и мы легче и глубже в таком случае воспринимаем то, что нам говорят. Их была задача, прежде всего, разрушить семью. То есть для того, чтобы расчеловечить, а то, что мы сейчас видим, это именно расчеловечивание, для того, чтобы это произвести, необходимо было разрушить семью. И была выбрана жертва, женщина. Потому что, помните, даже такие открыточки есть? Мама, они как пуговки, на них все держится. Думаю, семья же, она держится на женщине. Почему всегда говорят, что она хранительница домашнего очага? Ну, конечно же, а как же? Потому что покой в семье обеспечивает женщина. Именно она может выслушать своих домочадцев, она может дать правильный совет. Если у нас надежный тыл, то, соответственно, и во внешнем мире мы можем действовать ярко, выразительно и победоносно. Для этого необходимо было женщину убрать. И началась такая кампания за то, что женщина тоже личность. Почему она только воспитывает детей и только жена? Это как бы неправильно. Женщина на самом деле, она тоже человек. И у нее свои права, права человека, права личности. И в конце концов она тоже имеет право состояться в социуме. Что это такое? Мужчины, значит, работают, делают карьеру, им все аплодируют, а женщине нет. И началась тема женской эмансипации. Начались журналы мод, началось вторжение мужской моды в женскую одежду. Появились брюки, пиджаки, мундштуки. Помните образы той эпохи? Марлен Дитрих. Помните, да? Все вот эти фотосессии, это, в общем-то, брючные костюмы. Шанель. Лицо той эпохи. Шанель, это женщина, которой не нужно быть замужем. Которая, прежде всего, да, вот она, она женщина, и она делает то, что она хочет. Делает ту моду, которую она хочет. То есть, с начала 20 века мы видим, как женщину стали вынимать из лона семьи. Таким образом, транснациональные корпорации, которые за всем этим стояли, решили сразу несколько проблем. Ну, прежде всего, свою финансовую проблему, значит, увеличение прибыли за счет того, что они обложили вторую часть населения налогом. Ну, женщины тоже стали налогоплательщицами, как только они стали работать. Ну, и самое главное, то, что сделали транснациональные корпорации, они стали воспитывать детей. Потому что, если женщина не сидит дома, не воспитывает детей, значит, дети в яслях, в детских садах и школах, то есть, они уже вошли в социум, и там уже специальные воспитатели их обучают. Так, как нужно государству. Мы понимаем с вами прекрасно, что культура любой страны является прямым продолжением, ретранслятором принятой в ней государственной идеологии. Соответственно, какая идеология в государстве, такая и культура транслируется. Да, это аксиома. Поэтому кинематограф, журналы, радио, телевидение, любые все средства массовой информации есть инструментом манипуляции обществом для того, чтобы сформировать посредством создаваемого образного ряда сознаний и нравственной ценности граждан, устанавливать стандарты допустимости, по которым должно жить общество и очерчивать границы дозволенного. То есть, это своеобразная школа, прививающая граждан те или иные правила общежития. Значит, голливудский кинематограф в этой связи является у нас самым влиятельным. Мы это понимаем. Почему? Ну, прежде всего, Голливуд еще вчера занимал от 80 до 90% по всему финансовому обороту в мире. Голливудский кинематограф дал развитие и оказал влияние на кинематограф всех стран Западной Европы. И в последние 30 лет, и на нас в том числе, на Российскую Федерацию. Но в отличие от стран Западной Европы, на нашу страну он оказал совершенно отравляющее воздействие. Почему? Потому что, в отличие от стран Западной Европы, нам было с чем сравнивать. Мы жили 70 лет при социализме. И поэтому, значит, воздействие либеральной парадигмы, сейчас мы разберемся, что это, и в том числе через голливудский кинематограф, внесло чудовищный разлад в наши семьи, в конфликт отцов и детей. То, что мы сейчас имеем, когда дети не понимают родителей. Родители не понимают, что делать с детьми. То есть, по сути, это такая наша, в том числе, и демографическая, не хочется говорить слово, катастрофа, но очень большая проблема, задача, которую нужно решить. Кинематограф СССР Советского Союза создавался суверенным государством. Мы понимаем, что все фильмы, прежде чем попасть на экраны советского телевидения, или в прокат, они прежде всего проходили обязательную цензуру. Но, значит, были специальные комитеты, которые отслеживали, возможно или невозможно, то или иной фильм, то или иное слово и так далее, действия, которые происходят в фильме. Значит, давай зритель. Мы это прекрасно знаем. Была цензура. Она не всегда была справедливой, а про это уже 30 лет нам уже все уши прожужжали, что она была жуткой. Но она была не всегда жуткой. По крайней мере, этого кошмара, который сейчас мы видим, расчеловечивающего, тогда не было в наших фильмах. Да, были перегибы, потому что, как говорил тоже Сталин, да, скадры решают все. Ну, вот иногда были люди, которые перегибали палку. Но в целом, когда мы говорим про сохранение утверждения высоконравственных духовных ценностей, то здесь было все в порядке. Никогда ни в одном фильме мы не встречали какого-то там маньяка, который выбегал из-за угла. То есть мы могли совершенно спокойно в любом составе семьи смотреть наши фильмы. А в отличие от голливудского кинематографа, потому что Голливуд создавался представителями не государства, а представителями транснациональных корпораций. Точнее сказать, представителями надгосударственной мировой элиты. И в своей основе имел либеральные ценности. Поэтому сейчас вот я предлагаю вам разобраться, что такое либерализм. То есть императивы либерализма, как идеологии, в парадигме которой жил, да, и продолжает жить весь коллективный Запад. И в которой наша страна пребывала, вот пробовала существовать последние 30 лет. Итак, либерализм – это идеология, в основе которой лежит принцип свободы. Свободы личности. А следовательно, если будем дальше рассуждать, я как личность хочу вот так. И мне не важна общественная мораль. Соответственно, личность всегда выступает против общества. Общество есть государство. В либерализме важно то, что хочет индивид. А коллектив ничего не значит. Мы получаем на выходе культ эгоизма, эгоцентризма. Классический либерализм заменяет государство рынком. И мы это услышим, да, рыночная экономика, у нас уже и образование, и медицина, и все социальные сферы – это уже услуга. Да, потому что рынок предоставляет услугу. Таким образом, рынок должен определять стоимость вещей, а общество вынуждено жить по правилам «человеку-волк». Правильно, да? Ну, для того, чтобы как бы на этом рынке-то быть победителем тоже. И отсюда происходит искажение общественной морали, потому что для каждого есть своя мораль. «Я так хочу, я вот так живу». Сама же мораль, в свою очередь, превращается в распущенность, в развязанность. Свободы плюс моральный плюрализм – все дозволенности, получается. И как раз отсюда вот эта тема толерантности, терпимости. То есть мы должны обязательно терпеть, ну ничего страшного, потерпишь. Моргенштерна, к примеру, там, или Милохина, там, или еще кого-то. Ничего страшного, да, а эта личность, она имеет право так выражаться. Таким образом, мы увидели сегодня, что культура превратилась в откровенную пошлость и в эпатаж. Искусство превратилось в эпатаж. И искусство провозглашает новый лозунг о том, что искусство никому ничего не должно, оно должно потрясать. Ну, собственно, этот лозунг-то, это как бы вся западная тема, но она перешла к нам. И наши, значит, деятели искусства этот лозунг подхватили и стали, исходя уже из него, создавать свои произведения. И таким образом в наших фильмах сейчас появились вот эти сцены, обязательно такого, ну, может быть, не всегда сексуального характера, но уж обязательно там, или они крупным планом там как-то целуются, или там обязательно какие-то у них свидания там и так далее происходят. То есть, для чего? Ну, для того, чтобы, прежде всего, перевести центр внимания на интересы туловища. Думающие люди никому не нужны. Кинематограф начинает воспитывать хотелки для того, чтобы рынок очень быстро эти хотелки подхватил и капитализировал. Соединенные Штаты Америки были построены по принципу демократии, как режима и либерализма, как идеологии с главенством морального плюрализма. Сам Голливуд создавался, представив, как сеть кинокомпаний американцами и выходцами из Восточной Европы, которые, по сути, это те же самые люди, которые создали в 1913 году Федеральную резервную систему США. И до сих пор именно эти люди, именно эти компании определяют всю внутреннюю политику Голливуда и держат под контролем все, что там производится. И вот эта связь кинематографа и банков, она очень важна в нашем сегодняшнем разговоре. Потому что, соответственно, трансанциональные корпорации всегда стремились к мировому господству. И в этом нет совершенно никакой конспирологии, в которой нас так долго уверяли, что это не конспирология, это факты. Уже в 1921 году Голливуд превратился во всемирно известный центр киноиндустрии. И это совпадает с активной экономической и финансовой экспансией США в Европу в 20-е годы 20-го века. Именно с этого времени начинается американизация Европы. Хайм Берман сказал, что почти все они были иммигрантами, но вместе взятые они сделали больше для формирования американской ментальности и вкусов, чем все церкви и даже школы. Вот как высоко оценивается влияние Голливуда исследователям. В качестве главного трофея, главному победителю в тех смыслах, которые бы транслировались в фильмах, была придумана особая статуэтка. Мы ее знаем как Оскар. Если вы загуглите древнеегипетский бог греха Сокар, то вы увидите практически копию Оскара. То есть мы понимаем, что с самого своего начала Голливуд стал транслировать всему миру те смыслы, которые он понимал, а мы не понимали. Но мы тут же стали это все подхватывать. То есть ложь была положена, слово положено тоже, изначально в основании того, что делала Америка со всем миром. Заглянем теперь немножечко за кулисы этого, в кавычках, министерства нравственности под названием Голливуд. Через какие инструменты он управляется? В 30-х годах, 20-го века в Голливуде появляется так называемый кодекс Хейза. Это такая очень известная штука. Кодекс Хейза, он так назван по имени главы некой внутренней голливудской полиции, которая существует по сей день. Это общественная, это не общественная организация, это управляемая главными финансовыми элитами контора, могущая накладывать на производителей и всех своих сотрудников санкции. И подобных контор в Голливуде ни одна, ни две. Основные вы знаете, это ЦРУ, это ФБР еще со времен Гувера и Пентагон. Все они тесно сотрудничают с Голливудом и все они, как мы понимаем, находятся вообще в одном даже месте под названием Калифорния. Там же находится штаб-квартира Сатаны, там же находится Силиконовая долина и так далее. Институт сингулярности. Так вот, вот в этом кодексе Хейза, по которому вначале существовало, по которому продюсеры и режиссеры действовали, создавая свои фильмы, в этом кодексе главный их пункт о том, что руководители киностудий несут ответственность за развитие общества. Круто, да? Их так ты несешь, да? Давай. То есть, если у нас сборы не будут повышаться, ну, значит, плохо ты работаешь. Будут у меня штрафные санкции. Вначале стали появляться вот эти модели поведения, которые должны были стимулировать зрителя покупать ту или иную одежду, там, те или иные товары, вот эти модели поведения и так далее. Вот это было очень важно. И вот здесь мы должны с вами рассмотреть вот этот такой хитрый прием. Вот если вам человек не нравится, вы испытываете к нему какое-то недоверие, там, ну, просто вот на уровне химии, да, вот вам что-то как бы некомфортно, вы не будете его слушать. Ну, нет, я ему не верю, все. Чтобы он там не говорил, мне не нравится. И все, и мы пошли дальше. Так вот, вот эта вещь, она была тут же подхвачена продюсерами, режиссерами. Актер должен был обладать, актер, которым назначали на главную роль, должен был обладать вот такой, знаете, манкостью, заразительностью, которая могла бы, значит, через рампу перелетать. Он должен был обладать таким обаянием, чтобы вот все захотели быть на него похожим. То есть недостаточно быть просто там красивым, там, как-то хорошо сложным и модно одетым. Нет. Вот мы сейчас знаем очень много актеров, которые, может быть, и некрасивые и так далее, но мы вот их любим, даже не потому, что они хорошо играют. Ведь много есть талантливых актеров и даже гениальных актеров, у которых этой заразительности нет. Вот. И они не становятся звездами. А есть вот действительно какие-то фантастические люди, они только появляются и говорят, «А, точно, я вот хочу быть таким же человеком». Это особый дар. И именно эти люди становятся звездами. Почему? Потому что именно с помощью них, транснациональные корпорации, да, и капитализируют то, что они хотят капитализировать. Значит, таким образом, если зритель очень как бы верит вот этому экранному персонажу, то есть харизме вот этого исполнителя, можно проталкивать все, что угодно. И здесь вторая уловка. Вот мы, когда смотрим кино, мы говорим, ой, это художественное кино. А когда мы смотрим документальное, мы говорим, это документальное, это не художественное. Так вот, тут есть такая тема, не совсем точная. Художественными фильмами могут являться и игровые фильмы, и документальные фильмы. Но когда у нас есть приставка художественный, то мы понимаем, что здесь может присутствовать и должен присутствовать художественный вымысел. Из-за него нельзя никого наказать. Это же вымысел. И в формате художественного произведения режиссер, продюсер имеют право что-то там напридумывать, что-то там приврать. Но зритель-то, он же верит тому, что происходит. Понимаете? И у зрителя вот эта как бы грань, она уже стирает, что это может быть обманка. У нас сейчас целое поколение во всем мире, уже может быть даже не одно поколение, которые абсолютно верят тому, что показывают им в игровом кино. А игровое кино не документальное кино. Это всегда придуманное кино. Де-юре кинокомпании нельзя привлечь к ответственности за то, что они делают. Это невозможно. И они продолжают пользоваться вот этой уловкой. Вы представляете? То есть, это просто такая фантастика. Все лежит на поверхности, как нами управляется. И вот с точки зрения таких вот ярчайших примеров, допустим, не из кино. Про кино мы уже понимаем, да, что там много нам всего рассказали. Вспомним фильм, вот последний фильм «Зоя». Почему она такой подвиг сделала? На трамвайчике она хотела покататься, пирожок хотела съесть. Нам рассказали про это в фильме, в последнем, да, Зоя. Какие еще примеры ярчайшие, вот я так для себя думаю, какие еще ярчайшие примеры художественного вымысла, то есть художественного вранья? Александр. А? Кейм Александр. Сталинград. Если не из кино. Из кино. Не будем тратить время, расскажу. Моцарт и Сальери. Сальери не отравил Моцарта. Это доказанный факт. Более того, изначально Пушкин-то писал образ Сальери. Это был его, значит, это изначально должно было называться драма. Не драма, а зависть. Вот эта пьеса должна была называться «Зависть». Вот, потому что этому посвящено, значит, этот сюжет. Другой пример в живописи. Картина Репина и Иван Грозный, который убивает своего сына. Представляете? То есть, если человек не занимается изучением истории, то он думает, что, ага, Ивана Грозного убил своего сына. Ну, это вранье. Вот. То есть, это все художественные произведения, понимаете? Я не знаю, может быть, надо вести тоже вот, мы сейчас говорим о том, что нам необходимы этические комитеты. Но подумать о том, чтобы вот в этих этических комитетах уделялось внимание и этому. То есть, нельзя искажать правду. Пожалуйста, ты можешь придумывать, там, условно говоря, если ты делаешь историческое кино, и там главный герой не сильно красивый, ты можешь взять на более привлекательную внешность. Но нельзя, внешность актера, но нельзя фальсифицировать факты, понимаете? Это-то нельзя делать. Иначе что мы на выходе получаем? Идем дальше. А сейчас, это ведь уже перебралось в компьютерные игры. И сейчас наших детей воспитывают уже через компьютерные игры. Они же сплошь и рядом тоже посвящены истории. Там мне рассказывали, что есть там и про Отечественную войну, уже вот эти компьютерные игры. То есть, почему я говорю, что и на кибернетическом фронте вот эта когнитивная война, она ведется, она просто везде. Везде. Продолжаем чуть-чуть политологии. Своеобразную точку в вопросе свободы и прав человека поставил Рузвельт, провозгласив лозунг «Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого». То есть, то, о чем я говорила вам. Вот этот Моргенштерн, который ругается матом, или Шнур, к примеру, да, который тоже бесконечно матерится. Да любого возьмем человека, там, там, Клава Кока, к примеру, да. То есть, в идеологии либерализма они имеют право это делать. До юре. Нам это не нравится, но до юре мы не правы. Вот так вот мы живем с вами 30 лет. Вы говорите, а почему у нас дети такие? Больше? Ну, хорошо, не будем сейчас в цифры упираться, просто мы понимаем, что сегодня мы хотим одного, а наши дети хотят другого. И они не понимают, почему мы от них требуем другого, если как бы, ну, это же можно? Ну, по телевизору же показывают, мне же все рассказали, что вот это возможно. А если бы это было бы нельзя, там бы не показали. Да? Это и есть причина того, что все, допустим, патриотические фильмы, они либо не показываются, либо показываются в то время, когда мы их, ну, не видим, да, там, ночью, когда-нибудь. Мне тут рассказывали, что наши лучшие советские мультфильмы показываются ночью, чтобы, не дай бог, их никто не увидел. Зачем? А затем, потому что советский кинематограф, который являлся выразителем совершенно другой национальной идеи, не транслирует интересы сегодняшнего нашего правящего режима, да. Именно это же мы хотим изменить. У них по-прежнему другие интересы. Вот это и есть, да, вот поле нашей, так сказать, борьбы. Не хочется говорить слово война, хотя это настоящая отечественная война, безусловно. Так идем дальше. Возникла новая доктрина. Ну, это еще вот, как бы, возвращаясь в середину 20 века. Возникла новая доктрина. Свободы сильных и свободы слабых. И вот эта новая доктрина ввела новые концептуальные отличия. Мы и они. То есть, по закону рынка, если ты слаб, если ты не можешь отстаивать свои права, если ты слабак, ну, тогда ты должен принять нашу свободу, которая перехлёстывает твою более слабую свободу. Да, побеждает же сильный. Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Все, нам Рузвельт все объяснил. Таким образом, они решили привести к тому, что, значит, весь мир должен стать разделенным на патронов и клиентов. Все должны разделять западные ценности, естественно. США провозгласили себя лидером новой свободы вот этой. И к этой задаче были подключены Пентагон, Агентство национальной безопасности, ЦРУ, огромное количество некоммерческих организаций, которые получили госфинансирование. Ну, мы все знаем фонд Сороса, да. Весь 20-й век, весь капиталистический мир переживал кризис своего распада. Сдача Горбачева Советского Союза замедлила, отодвинула этот распад. Ну, собственно, он же происходит. Вот сейчас мы опять занимаемся решением этих вопросов. 20-й век, жесточайшие войны, развядные США по всему миру, время изощренной лжи, которая маскировалась с помощью голливудской кинепродукции для простых американцев, а следом за ними и всех зрителей по всему миру, неприглядную правду об истинной деятельности надгосударственных капиталистических корпораций. Химон Гуэ просто так, что ли, застрелился? Ну, как бы. Но в 60-х годах 20-го века, то есть после окончания Второй мировой войны, у нас же появилась эта новая доктрина, да, вы помните, которая, говорит нам, доктрина Алина Даллеса, да? Ну, будем, опустим вот эту теорию. На практике что происходило? На практике началась грандиозная перестройка сознания, настоящая культурная мутация. То есть с 60-х годов появилась новая религия, нью-эйдж, которая стала отменять все существующие религии. Началось повальное внедрение наркокультуры, рок-культуры и началась сексуальная революция. Руководил всей вот этой перестройкой Исселенский институт, который также находится в Калифорнии. Именно он, вот этот Исселенский институт, дальше уже следил за тем, чтобы в продукции для детей и юношества в голливудских фильмах было достаточное количество вот этих энергоразрушающих образов. Информация об ЛГБТ, БДСМ, они же воспитывают наших детей, в том числе с помощью кинематографа. То есть вот эти вот культурные коды, они собственно внедрялись всегда прежде всего через кино. И человек вот с таким девиантным поведением естественно должен быть очень обаятельным, очень красивым, очень добрым. Если это гомосексуалист, он такой он поэт. он не понят миром. Очень красиво выглядит, очень умный, закончил 25 академий и так далее. Ну вот есть у него, а он же личность, он же имеет право. А допустим герои, которые из традиционной семьи, они должны обязательно скандалить в фильмах, они должны очень плохо обращаться со своими детьми. Обратить это в каждом фильме. Мы этого как бы не замечаем, потому что это мы просто видим, что что-то не так. Слушайте, ну мы так не ругаемся, мы так не выясняем отношения между собой, мы так не воспитываем детей. Ну они задают нам эти модели поведения, и мы ничего с этим сделать не можем. Мы же смотрим это. А почему? Классно снято. У них же понимаете, на каждую секунду есть определенные действия, когда должны поцеловаться, когда это взорваться должно. Потому что для того, чтобы вот этот был саспенс, необходима работа очень многих специалистов, не только сценаристов, там же все у них дифференцировано. То есть сюжет пишет один человек, диалоги пишет другой, а потом подсоединяются еще и психологи, психиатры, для того, чтобы понять, а как точно в вас эту идею засунуть. Про Исселенский институт сейчас пока не буду, потому что мало времени, идем дальше. Итак, мы сейчас уже поняли, что Калифорния является международным центром мутации сознания из самых передовых военных разработок и трансгуманистических экспериментов. Как я уже сказала, все это связано с Петагоном ЦРУ и НАСА. Вот теперь нам необходимо понять, зачем они нас расчеловечивают, только лишь для того, чтобы транснациональные корпорации впихивали в это общество потребления свои новые товары или нет. Для чего? Не так все просто. Здесь мы напрямую подходим к трансгуманистическим идеям. Это вообще самое главное, потому что главная задача транснациональной корпорации вообще уничтожить человечество. И вот с помощью расчеловечивающих технологий они это и делают. То есть по сути говоря, все, что я сегодня до этого рассказала, это все цветочки. Это вообще ни о чем. Это уже вообще позавчерашний день. Сегодня и главная задача внушить людям первое, что они живут в придуманной реальности. Не знаю, там земля плоская, что это какой-то мир матрицы, что это не знаю, там тренажерный зал, а вот где-то там на небе или где-то там в другом мире, вот это будет настоящая жизнь. Все возможными способами человека, человеку пытаются доказать, что это не живой мир, или что он неинтересный, что он не настоящий. Где-то там есть настоящий мир. Это не настоящий. Трансгуманистическая идея заключается в том, чтобы переселить сознание, человеческое сознание в виртуальный мир. И там будет тебе счастье. То есть, по сути говоря, то, что происходило они сейчас делают то, что могло бы происходить до фильма «Матрица». Вот так я как бы образно... Вы помните, что они там лежали уже, такие все подключенные, и вот они уже были в этом виртуальном сознании. Вот они сейчас нас подводят к этому. И заранее нам, естественно, все рассказали. Мне тут как-то сын спрашивает, ну хорошо, мам, если существует закон бумеранга, а тогда таким... А почему тогда их бог не наказывает? Ну, что это? Мы вот тут плохо сделали, нам прилетело, а ничего. Они же нам все рассказывают. Они все вначале публикуют. И мы, покупая билет на фильм ужасов, на какой-нибудь там хоррор, на какой-нибудь фильм катастрофу, мы уже соглашаемся. Ну, как бы. Мы же это посмотрели, мы могли сказать, да, это, конечно, не очень опасно, но мы-то уже пошли. Мы уже это в себя, так сказать, пустили. Итак, трансгумунистические идеи в кино это всегда преодоление совершенно в несовершенном теле, в несовершенном сознании, преодоление человеческого в человеке. И вырваться из этого всего несовершенства можно только с помощью новейших технологий. То есть, нужно перевести человека в некое сверхъестественное. И победа в таких фильмах всегда одерживается с помощью тайных знаний, а не в результате работы человека над собой, не в результате нравственного совершенствования. И здесь мы должны вспомнить про то, что сейчас уже для молодежи отсутствует формат фантастических фильмов, а внедрен формат фэнтези. Потому что именно фэнтези это и оккультизм, это и конспирология, потому что там человек действительно никто. Вот это, пожалуйста, Гарри Поттер, Аватар. А как говорят, ну Аватар, это же такой прекрасный фильм, там же про природу, там же все хорошо. Ребят, ну глаза откройте, трансгуманистическое кино. Всякие эти, хоббиты, это вся та же песня, только это специально как бы для детей уже, для сознания подростков. Значит, принятие доброго мира в такой парадигме становится невозможным. Да его вообще не существует, этого доброго мира. Мир ужасен, добрый мир есть только в виртуальном пространстве. То есть полное переворачивание сознания белого рисуется черным, а талантливые режиссеры и актеры, как я уже сказала, усугубляют это воздействие своими талантливыми работами. Потому что если мы говорим о том, что искусство превратилось в рынок и в услугу, значит, соответственно, чем более талантливое исполнение будет, чем более талантливый или там гениальный режиссер, актер, чем они как бы подключат все свои просто внутренние ресурсы и резервы, чем они это сделают более заразительным и привлекательным, тем более эта идея западет зрителю. Идет массовое производство и внедрение в кинопрокатную отрасль таких жанров, как триллер, хоррор, фэнтези, и все это не случайно по четкому плану расчеловечивания. Таким образом, в 60-х годах за шагом разворачивается стратегия одурачивания мира. Создаваемые с того времени фильмы транслируют новые ориентиры, понятие нравственности становится категорически неактуальным. Общество строится на мифах и мифологемах. Вам говорят, свобода подразумевается безнравственность и распущенность. Вместо любви что у нас? Секс. Секс, да. А вместо дружбы партнерство. Доброта это слабость. Ну, понятно же, да? А девиантное поведение это исключительность. Да, исключительность личности. Она имеет право. И чем более безнравственным становится человек, тем более он соответствует духу времени. И вообще вот это понятие дух времени было введено в США для пропаганды девиантного поведения. Потому что соответствие духу времени означает свободу проявления безграниц, самовыражения в любых видах и формах. И чем свободнее, тем более человек соответствует духу времени. То есть это термин, который был в пицце, это окно Вертона очередное, который был введен вот именно в 60-е годы, когда они внедряли вот эти сексуальные революции, наркокультуру и так далее. Создается мир симулякров, мир мыльных пузырей, серьезнейшая наука, когнитивистика встает на службу политтехнологиям. Полным ходом формируется новый культурный код неумеренного потребления культуры человеческой, садомии, трансгуманизма. Таким образом появляется идея так называемого золотого миллиарда. Описано, скажем, Джорджи, ну, вы знаете, что они уже уничтожены, они что-то придумали, или, наверное, слишком много нам сказали, или что-то подумали, что, может, не надо. Не знаю. Пока, да, загадка. Ну, короче, их снесли, а мы гадаем, что это значит. Ну, можно не гадать, да, просто посмотреть, что происходит, а пока ничего не поменялось. Так вот, как мы знаем, активным архитектором трансгуманистического будущего является NASA Google, который создали вот в 2009 году университет сингулярности в Кремниевой долине для того, чтобы богатые люди с помощью дорогостоящих супертехнологий смогли продлевать себе жизнь вплоть до гидрогенстического рая. То есть, смысл жизни таких людей исключительно в удовольствиях, неважно, какими усилиями и средствами они осуществляются. А все остальные ценности являются для них лишь инструментом, и способом получения удовольствия. Они собираются иметь суррогатных детей и несколько копий собственного мозга. Крианические компании есть сегодня и в США, и в России. Вот. То есть, вообще, вся вот эта тема суррогатного материнства, это дико серьезная тема. Основные поставщики суррогатных детей России и Украины по-прежнему. основные заказчики суррогатных детей гомосексуальные пары. Вот здесь я подвешу для вас эту тему, не хочу просто говорить, просто подумайте, что они делают с младенцами, гомосексуальные пары. Для чего им они? Это определенные факты. Это серьезно. Мы по-прежнему поставляем тысячи суррогатных детей и на запад, по-моему, в Китай тоже. Вот. Тут я не сильный специалист в этом вопросе, я просто знаю, что это есть. Этот вопрос регулярно поднимается, пока не решен. То есть, суррогатным материнствам необходимо срочно остановить, предотвратить и так далее. Я уж не говорю о том, какие тенденции у нас уже, о том, что нужно быть толерантными к педофилам, нужно вообще войти в их положение. Вы представляете, как ему тяжело проходить мимо детской площадки. Вы себе не представляете, какие муки он испытывает, глядя на маленьких таких хорошеньких детей. А людоедство вначале назвали каннибализм, а теперь коопрофагии или как-то это. Это то же самое, как педерастам назвали геями. Красиво звучит. По-моему, коопрофагия. Тоже необходимо быть к ним тоже терпимыми и толерантными. Да, они любят поесть человечину. Слушайте, вам не жалко их, нет? Вот тема толерантности. Хэллоуин. Вот мы недавно сражались. В наших магазинах, в наших магазинах, пожалуйста, лежат конфеты в виде человеческих органов. Глаза, уши, что там, сердца, пяточки детские, ладошки. Сладенькие. Да, это мармеладки, если вы не знали. Красненького цвета, зелененького, синенького. Их можно сожрать. Наших детей уже к этому приучают. И это давно. И это в нашей стране. А что делают продавцы? Они говорят, слушайте, как хорошо идет, так празднику особенно. Мы кассу делаем. А почему должны прекращать это? Потому что нет государственного регулирования, они просто ничего личного, только бизнес. А что, плохо, что ли? Конечно, конечно. только мы, только понимая, что это происходит, это не милые пяточки там лежат, если мы понимаем, для чего это. Это не просто что-то они там недопонимают. Нет, это целенаправленное расчеловечивание. Это не случайно. Попы, которые щелкают, они шестицветные, идут радугу, геев. Да, вот по поводу радуги. Они же наши символы тоже отменяют, но по поводу радуги. У нас же семь цветов, а они как бы шесть используют. Да, вот. Вообще-то, конечно, они забрали у нас, значит, солярные знаки, да, значит, фашист-нацист, да, да, свастику, да. Потом они радугу у нас забрали, то есть они вот это все светлое, белое, они делают черным, да. Вот, мы же это тоже отмечаем, то, что хотя бы на поверхности вот так лежит. Идем дальше, а то, у меня скоро самолет. так вот, что мы наблюдаем сейчас? Сифровизация, сбор биометрии, дистанционное образование, всевозможные чипы, пандемии, локдауны, QR-коды, намордники. Они сумасшедшие и сумасшедшие. И их цель уничтожения человечества как биологического вида. Вот это очень важно. Это не просто я хочу быть богатым и поэтому там я тебя типа обману. Нет. Биологический вид и мешает, ну как факт. Они не хотят быть людьми. Они хотят свое сознание перенести в виртуальный мир. Я вот вам об этом-то и сказала. Это и есть трансгуманизм. Об этом написал Рэй Курс в своей книге «Трансгуманизм». Прекраснейшая книга. Там, по-моему, есть, не ошибаюсь, девять глав. Восемь глав вам рассказывают как сберечь свое здоровье. Как правильно питаться, заниматься спортом, вовремя спать и трудно. Девятая глава. Для чего вы это делаете? Подождите совсем чуть-чуть. Вы доживите до того момента, когда мы уже вот эти технологии как бы уже внедрим для того, чтобы вы уж точно смогли стать виртуальными. Существует нано-боты, которые питают клетку, выводят отходы. То есть это очень-очень серьезная тема. Вот можно подвесить. Ну вот в том-то и дело. Посмотрите, вот у меня седьмая страница. 21. Мы можем вырисовать в интернете. Мне очень жаль, что мы не успели. Давайте тогда на ваши вопросы. Может быть, это так. Единственное, я буду называть микрофон, поскольку запись идет. Пожалуйста, кто первым? Ольга Александровна, вот я задавал подобный вопрос предыдущему выступающему. Хотел бы спросить у вас. Вы говорили про транснациональную корпорацию, у нас сейчас идет СВО. По ком нам надо бить, чтобы победить в этом СВО? Ну, смотрите, я вначале как бы сказала, что не будучи военным человеком, я как бы не могу никаким образом комментировать военные действия. Я могу только радоваться нашим победам и горевать, когда у нас нет этих побед. А сегодня поводов для горевания очень много, к сожалению. Если мы говорим по кому нам сегодня бить, то у нас есть свой фронт работы. Вот. Вот смотрите, что сейчас происходит в соцсетях, да. Можно, конечно, кричать обо всем и дальше. Можно. И я каждый день кого-нибудь там удаляю какие-то сообщения либо не, ну, потому что умный человек и сам все понимает. Дураку нефига объяснять, потому что раскачивать лодку не надо. Но знать правду надо. Если мы сегодня понимаем с вами, что мы продолжаем жить в либеральной системе и у нас по-прежнему ювеналка, никто не собирается выходить из Всемирной организации здравоохранения, а что она делает? а она вводит МКБ-11, Международная классификация болезней 11, которая задает вот эти новые тренды, заключающиеся в том, что любовь является теперь болезнью, гомосексуализм это нормальность, но там много всего очень интересного, и мы как бы должны этому подчиняться, и пока мы не выйдем оттуда, конечно же, ни в каком суверенитете не может идти и речь. У нас нет никакого культурного суверенитета, мы очень пытаемся сейчас создавать вот этот так называемый патриотический контент, и вот эти первые ростки идут. я не государственный деятель, не чиновник, не депутат, не министр, я не могу вам сейчас ответить о том, что вот нужно сделать или там вот мы собираемся делать так и так. Я начала с того, что мы каждый на своем месте делаем то, что мы должны делать. Вот я, допустим, сегодня рассказала про вот эти мармеладки в виде человеческих органов, ну пойдите отмените это, ну как бы организуйте родительское сопротивление. мы сегодня на каком-то законодательном уровне, ну вот лично я, да, я не могу этого сделать, но, понимаете, как, все перемены в обществе всегда в начале происходят на легитимном уровне. То есть, для того, чтобы новая идея, новая идеология была воспринята де юре, ее необходимо в начале она должна в начале признана быть обществом. Общество должно само захотеть так жить. И только после этого она уже будет легализована. Если мы это поймем, тогда и вот этих вопросов будет меньше. А сегодня что мы видим? У нас что, вся страна помогает нашим воинам? Нет. Ну нет. Ну что, вот у нас у каждого разве нет знакомых, которые говорят, Россия агрессор, я не буду помогать солдатам, и что-нибудь в этом роде. Ну мы же понимаем, что происходит. Общество поляризировалось сегодня. А нам необходимо достучаться до каждого. Поэтому у каждого сегодня есть свой фронт работы. Начиная даже со своей семьи. вот если каждый из нас научится находить общий язык со своим ребенком, если мама и папа будут понимать, зачем им нужна семья, перестанут скандалить, выяснить все свои отношения. То есть вот начать с этого. Каждый, если начнет с себя, тогда будут реальные изменения. семья. А сейчас у нас почти 90% разводов. Дети сами по себе, потому что родители политикой занимаются, они не успевают за новостями. А дети где? А дети в ТикТоке. А что в ТикТоке? Вот в том то и дело. Если каждый вначале научится у себя в своем маленьком государстве под названием семья вот это выстроить, тогда будет понятно, куда нам идти дальше. Тогда и сформируется национальная идея, которая нам сегодня необходима. Вы совершенно правильно говорите. За что они сражаются? Наши мальчики за что сражаются? За какую идею? Она не сформулирована. Кто ее будет формулировать? Путин? Для того, чтобы идея легализовалась, идеология пришла новой, необходимо общественное признание этой идеи. А сегодня общество вот. Поэтому мы вот только вместе, нет слова победю, есть победим. Кого? фильм Зоя как кинотворческий человек. Как вы думаете, зачем сделали ремейк фильма о Зоре здесь тихие, то он видит, в котором он сделан. Может быть, они еще сделают белорусский вокзал заново снимут, или воин переписывают историю, что тут непонятного. Они переписывают и смещают акценты. То, что они делали всегда, тут ничего нового нет. Они всю жизнь этим занимались. Японцы убеждены, что бомбу на Фиросиму Нугасаки бросил Советский Союз. Они все переписали. Кто из европейских школьников знает, что периодическая система химических элементов создана Дмитрием Ивановичем Менделеевым? Кто? Нет, никто не знает. Они не знают этого. Они что, знают, что Гагарин первый полетел в космос? Да нет. Они первые высадились на Луну. А кто там полетел? Это не важно. Поэтому как она переписывалась историей, так она и продолжает переписываться. А современные кинематографисты, продолжая жить в либеральной парадигме, в которой искусство есть рынок, руководствуется аксиомой, что искусство должно потрясать. И это лозунг либеральной эпохи. Лозунг государства, в котором превалирует идеология народосбережения, руководствуется понятием того, что искусство и культура, как ретранслятор правящей идеологии, должно преображать общество. Об этом сказал Бертольд Брект. Искусство это не зеркало, отражающее реальность, а молот его формирующий. На этих основах всегда стояла советская культура. Вот нам нужно это вернуть, когда мы скажем, мы не хотим вашего Гарри Поттера, ваших фэнтези, ваших хорроров, ваших фильмов хуже, ваших триллеров. А у нас что произошло? СВО же она же все как бы обнаружила. Проблемы не только в армии. А что в сфере импортозамещения, в сфере кинематографии произошло? А очень просто. После того, как эти компании ушли с рынка, оказалось, что в кинотеатрах показывать нечего до 60%, это была голливудская продукция. И что? А дальше представьте, что произошло? У нас же сейчас в основном кинотеатры находятся в торговых центрах. И если кто-то думает, что торговые центры, как бы главные в торговых центрах это магазины, они ошибаются. Если кто-то думает, что главные в торговых центрах это рестораны, ошибаются. Главные в торговых центрах это кинотеатр. И это обнаружилось абсолютно случайно, именно когда началась специальная военная операция. Потому что вдруг опустили торговые центры. А почему не распустили-то? А потому что ушло западное кино, нельзя было его показывать. И, соответственно, уже семья не поперлась в торговые центры. Потому что если мужчина идет в какой-то паб, женщина, понятно, по своим этим, а дети-то что? Дети в киношку или это эти игровые автоматы? А нет киношки, нет игровых автоматов. Вот и все. Нечего смотреть, а показывать-то тоже нечего. Вот, короче говоря, переписывание истории как бы продолжается. Вот мы должны сейчас положить этому тоже конец, но мы можем положить, отреагировать только рублем. Только осознанием того, что нам это не нужно. И в этой связи давайте использовать уже опыт людей, которые уже достигли чего-то. Махатма Ганди. Ну он же сделал это в гардиозную революцию. А мы что? Слушайте, он... Ну потрясающие же вещи он сделал. А мы что? Мы тоже не можем сказать нет. Можем и должны это сделать. И каждый поэтому на своем месте должен это делать. Вначале стать крепким государством в своей семье. Вот. Наладить связь с ребенком, чтобы дети являлись продолжателем вашего рода. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы наконец-то закончилась война против семьи. Потому что главное, что я сегодня... Чему я это все веду? Война против семьи. Потому что если живая семья, ты не можешь разрушить человека. Ты можешь разрушить человека, как бы достать его уже, как бы окончательно. Если ты разрушишь семью. Поэтому ювенальная юстиция, да? По скандинавскому варианту. Вот что они делают. Поэтому наша задача. Семья. Женщина должна наконец-то вспомнить, кто она. Она должна вернуть себе женственность, а не сексуальность. Что делают тетеньки у нас? Они показывают все, что только можно показать. Зачем? Ведь сегодняшние мужчины могут, по сути, без женщин обойтись могут. Еду они могут заказать тебе в кафе, ресторанах, доставку, да? Порядок навести, пригласить домработницу. Там постирать, там химчистки. Они все могут сегодня сделать. Понятное дело, что в постель тоже могут позвать. Без чего они не могут обойтись? Зачем современному мужчине сегодня женщина? Зачем? Есть варианты? Ну почему? А зачем ему дети? Ему уже рассказали, что дети это плохо. Они кричат по ночам, писают и какают, и вообще там у них сопливые носы. И очень много беспокоится вообще. Ты хочешь там пойти куда-то там в гости или, понятно, куда-то там поквасить, а у тебя тут ребенок, ты ему что бросить? Не нарушаться, но я вступил на духовную основу. Да, чихать они хотели на духовную основу. Зачем? Пиво нажрался, футбол включил, вот тебе вообще отлично. Нет? Зачем? Еще раз говорю, зачем? Сейчас кричал, это идет, свобода от детей. Зачем современному мужчине женщина? Да плевать он хотел на статусе. Зачем, когда у нас сейчас, зачем тебе женщина, когда ты можешь жениться на нем? Женщина – это энергия мужчины. Они не понимают таких вещей. Жуча энергия мужчины. Ему отлично. Он шернулся, и у него куча энергии. Ну, не все шернулся, но куча энергии. Вот, смотрите, хорошо, время, да? Значит, еще раз, мужчина может сегодня обойтись без женщины, действительно. И все. Мы сейчас говорим, находящиеся сегодня вот здесь в зале, люди понимают многие вещи. В основном люди этого не понимают. Поэтому в глобальном смысле без чего мужчина не может обойтись? Без женственности. Мужчина секс себе сможет организовать сам. Он может организовать себе кулинарию, уборку дома. Он может все организовать. Он не может организовать женственность. Поэтому, как только женщины поймут, что сегодня необходима женственность вернуть себе, что такое быть женщиной, пока у них вот этот царь в голову не встанет, семья не сможет собраться. Зачем мужчине возвращаться домой? Если у него подошли какие-то проблемы, он может их перетереть там со своими друганами. в баре, он должен вернуться домой. Он должен хотеть вернуться домой, потому что так его понять может только жена. Так его выслушать может только жена. Такой совет может дать только жена. Потому что они живут одной семьей, и она очень заинтересована в том, что он принял правильное решение. Правильно? Вот. То есть это тогда и есть вот это государство, которое мы создаем. И почему... Я считаю, что сегодня вот такими как бы пунктом номер один должны быть женщины именно. Женщины. Обязательно. А мужчины подтянутся. Женщина шея, а мужчина капитан корабля. Да-да? Вот он идет вперед, он достигает, он постигает во внешнем мире. Но если у него дома неразбериха, что он может сделать во внешнем мире? Мы это прекрасно понимаем, но что-то мы про это забываем. Поэтому женщины и еще раз женщины. И воспит... Отсюда же воспитание детей. Мужчина, по сути говоря, он ведь ну как бы не сразу же понимает о том, что нужно воспитывать детей там или что-то еще в этом. Это как бы женская все равно тема. Воспитание. Мужчина позже уже подключается. И благодаря опять-таки мудрому руководству женщины. Когда вот эти все функции вернутся, когда исчезнет размытие границ между мужчиной и женщиной, потому что мы видим, что мужчины слишком женственны, а женщины наоборот слишком у нас такие и мужественные, и все, и вот они бизнес-леди у нас и так далее. Вот когда люди вернутся к своей вот этой половой истинной, природной, человеческой идентификации, вот тогда вот из этого понимания своего предназначения может у нас строиться дальнейшая жизнь. Следующий вопрос. Сейчас еще пару вопросов. Следующий вопрос, пожалуйста, иди. Добрый день. Хочется сказать огромную благодарность вам, очень благодарность за вашу откровенность, и когда смотришь в ваши глаза, действительно понимаешь, что Россия быть, вера и надежда, она... Спасибо, большой вопрос. Вопрос мой следующий. Почти все ваши фильмы это мелодрамы и драмы. Хотели бы вы видеть больше комедий, добрых семейных фильмов и продолжение этого вопроса, в вашей ли воле сегодня, сейчас, в этой системе выбирайте то, где вы сможете заряжать, собственно говоря, всех нас. Я поняла ваш вопрос, большое спасибо. Он, как бы, немножко не совсем в теме. Значит, очень коротко. 8 лет назад я оставила свою профессию, об этом, наверняка, уже, как бы, люди знают. Сейчас я не знаю, куда возвращаться, потому что пока, ну, как бы, кино должно быть со смыслом. Для того, чтобы кино было со смыслом, необходимо какое-то государственное в этом участие. Также мы понимаем, что кино, это очень дорогостое производство, это не просто так на коленки пошел, сделал, да, это не домашнее видео и так далее. Не говоря там про систему проката и показы и так далее. Вот, конечно же, мне хочется продолжать заниматься своей профессией, да, но вот, опять-таки, пока мы создаем те кадры, которые решают все, для того, чтобы эти кадры захотели вкладываться в кино, направленное на народосбережение. У нас осталось четыре минуты, пожалуйста, запишите ваш вопрос, я потом выключу. Здравствуйте, сильное благодарность за участие в нашем заседании. Вопрос такой, я являюсь президентом Международного фонда, который направлен на социально-культурное развитие. Часто провожу мероприятия в городе Москвы, это обобщение мероприятия по развитию пророссийской культуры, объединяю московских школьников со всеми регионами, проживающих в Москве, людьми. Четырехчасовые концерты провожу, приглашаю туда политтехнологов, которые в культурной сфере сильно развитие и дают какие-то общительные лекторы, можно сказать, короткометражные для наших детей. Чтобы у меня аудитория запорена с московскими школьниками, мне удобно бывать в Дом Союза или Дом кино. И что вы думаете, до каких пор, как актриса театра и кино, вот этот Дом кино в таком виде будет существовать? Это образец культурного наследия России. Что это такое? Присоединяюсь к вашему вопросу. Это катастрофичные здания в Москве нет за край. Есть, есть еще центральный Дом работников искусств. Знаю, но там лучше ситуация. Там тоже пропожили политтехнологические. Возьмите, пожалуйста, если что-то надо, общительность, я пойду я понимаю, но я не могу тут сделать, еще раз говорю. Я могу присоединиться к вашему вопросу. У меня такой же вопрос. Я согласен, что Белорусский вокзал выглядит красивее. Там, кстати, недалеко. Я не знаю. Мой дом Россия проект разработан. Спасибо. Я как раз хотела даже не вопрос задать, а вот опираясь на ваше выступление, хотела бы предложить к форуму какое-то заключение обращения сформулировать с тем, чтобы формировать политику, ну вот разработать какой-то или механизм поощрение отечественного кино именно с патриотической направленности и формирование традиционных ценностей. И запретить государственное финансирование фильмов, которые... Я поняла ваш вопрос, просто я быстро отвечу. Я быстро отвечу вам, ответ уже есть, и ответ, собственно, находится, во-первых, в новой стратегии национальной безопасности принятой 7 июля 2021 года. Это первый, второй, в указе президента об основе государственной политики и утверждение российских духовно-нравственных ценностей, который был, соответственно, вот 9 ноября. Вот только что было бы... Значит, отвечая, как бы сразу, плюсы и минусы того, что есть. С одной стороны, вектор нам показали, что вот идем туда. Все. Духовно-нравственные ценности. Дальше. Кто будет наказывать, если производитель этого не придерживается? Кто? Нет. В том-то и дело, что, с одной стороны, указ есть. Более того, в этом указе президента, вообще фантастическая вещь произошла на самом деле, там указано о том, что 30 лет, в которых мы прожили, оказывается, это было время деструктивной идеологии. Вот. То есть, с одной стороны, по конституции мы как бы лишены идеологии, но в указе президента сказано, что оказывается, нам необходим выйти из деструктивной идеологии. Более того, слово эгоист тоже относится к деструктивной идеологии. А у нас даже магазин, да, эгоисты, там, компания эгоистов и так далее. Вот. То есть, мы видим, что небольшими, короткими шаш... Но они же ведь есть, мы же их видим? Видим. Да. Вот эти вещи необходимо нам замечать. Вот как мы замечаем деструктивные проявления, так и положительные проявления. Нам нужно и подхватывать их. Еще раз говорю, сегодня, вот то, что вы сейчас говорите, мы на законодательном уровне сегодня можем это пробить только одним способом. Если мы сегодня сплотимся, как родители, как граждане нашей страны, скажем, мы хотим вот так. Мы хотим, чтобы перестало, чтобы перестали вмешиваться в наши семьи. Мы знаем, как воспитывать наших детей. Как бы не надо к нам приставать. Нам не нужна ювенальная юстиция. Нам не нужен дистант в школе. Вот смотрите. Вот сегодня я публиковала в своем телеграм-канале замечательный пост одного, значит, потрясающего человека, значит, Даниила, сейчас не помню, вот, к сожалению, вылетела фамилия. Он пишет о том, что он на протяжении долгого времени пробивает проект правильных тетрадок школьных, где бы обложка школьной тетрадки, на которую ребенок смотрит, там, по сто раз на день. На этой обложке были не голливудские герои, а чтобы были наши герои. Это что, так сложно сделать правильные тетрадки? А это и есть те знаки и символы, на которых воспитывается ребенок. Для этого не обязательно там как-то что-то специально придут, просто сделай нормальные школьные тетрадки с правильными символами, с правильными знаками. И он не может этого добиться, понимаете? Это сплошь, это везде. То есть мы на самом деле должны, обязаны вот с правильными нашими знаками и символами всю как бы нашу действительность обозначить. Вот здесь прекрасный Константин Антипин. Вот он, значит, у него вот эти добрые, добрые, добрые детства, да, книги какие хорошие. Давайте вот людей с здравыми проектами будем популяризировать. Если каждый из нас в своей соцсети, допустим, сделает рекламу этому издательству, значит, про эти вещи узнают другие, и они подхватят, да? А если еще каждый из нас объяснит необходимость этого, значит, эффект еще больше усилится. Вот. А у нас сейчас как? У нас, в общем-то, патриоты, которые давно уже начали, они по-прежнему в одиночестве. Вот мы с Андреем Аркадьевичем вот этот форум, что вот третий год или четвертый, да? По сути говоря, люди-то одни и те же. Народ вообще, вы где? Почему вы сидите? Одни и те же люди. Это прекрасно, да, что мы такие стойкие, несмотря ни на что, мы все равно приезжаем и говорим. А где? А пополнение? Так же у традиции. То есть, ну да, ну как бы мы же должны вот эту работу проводить. Хорошо, мы поговорили все на форуме, вы вернулись в свои там дома, регионы, города, ну а что вы как бы сидите, молчите-то? Значит, придумывать сегодня нужно. Но у нас такое потрясающее наследие Советского Союза, нас научили широко мыслить, нас научили быть самостоятельными. Что мы ждем? Наши не придут, наши это мы. Дорогая, зачитать сейчас, но мы все-таки на самом деле серьезно проработаем, и культурное состояние тоже появится. Последний вопрос, Александр, прошла очень кратко, хорошо, кратко, пожалуйста. Постараюсь быть кратким. Ренат Ахлетианов, журналист. Вопрос, вопрос, вопрос. Вопрос о нравственном и психическом здоровье детей, поскольку никто ничего не задал. Хочу на честь небольшого примера. Вот у меня трое детей, старшие 23, младшему 9, так получилось. Но вопрос такой необычный, то есть вот у старшего ребенка хорошие дубы. Почему? Потому что мне, как отцу, удавалось некоторое время в обертке красивых конфет заворачивать хлеб. Хлеб? Хлеб. С дрожжами? Кусок черного хлеба. И она просто выбирала такой цвет, который ей нужен, но всячески всегда ел от аппетита. У младших детей зубы не очень, поскольку мне уже не получился этот прием. А все-таки я хотел перевести на тему того, что в каждой семье есть дети и есть постоянная вечерняя и послешкольная борьба за владение спарфоном. Вот, если с детьми мне не удавалось читать книги за пяти лет, они знали поэзию, они интересовались картинами, то как только я потерял влияние на них, как только они вышли в свободный мир и получили смартфоны, сегодня у меня нет рычагов влияния на них. Идут каждодневные войны. Я все понимаю, вы один-один, вы не медиатехнолог и так далее. Смартфоны разрабатывали целой компанией не один год и так далее. Вы с ними вот это соревнование не сможете, потому что их огромное количество. Это целый бизнес корпораций, которые, ну это невозможно, это с лопатой, даже не против танка, а против космического корабля. Ну никак. Единственное, что вы можете сделать, это манкировать. Еще раз говорю, Махатма Ганди, зачем вам этот смартфон, он что вам дает? Нет его в вашем мире. Вот у меня одна из лекций, как бы посвященная дистанту. Вот я там привожу пример о том, в каких школах учатся дети вот этих сотрудников Google, NASA. Товарищи, а они учатся же в вальдорфских школах, а там этого нету. Там запрещены компьютеры. Вот на территории вот этого исцеленского института, который как бы стоит вот за идеологической направленностью всех голливудских компаний. Там нет даже радио. Там ничего нет, потому что ты должен думать головой. Там нет даже в этих школах вальдорфских, там даже нет калькуляторов. Они взяли все наработки нашей советской школы, вальдорфской школы, которая, как вы знаете, это ее основатель Рудольф Штайнер, это антропословское движение, которое учит тоже жить в таком природосообразном процессе обучения и воспитания. То есть лучшие методики собраны, и так как они должны быть умные, ну эти дети, они же должны будут дальше миром управлять, они должны развивать свой мозг, поэтому им не нужны компьютеры, им не нужны смартфоны, им не нужны даже калькуляторы, они должны развивать свой разум. понимаете? И так они живут, а для нас, для пипла, который хавает, они вот это дают, если мы не пипл, который хавает, тогда зачем мы вот эту продукцию берем? Здесь необходима наша стойкость. продолжение вопроса. Извините, пожалуйста, можно вот такой пример я приведу, очень-очень-очень пример, такой очень яркий параллель с войной. Что, какая задача воина? Не пустить врага дальше, и он стоит, Брестская крепость. кто нам мешает стать Брестской крепостью? И мы только что, только что же, я рассказала, что они делают, эти транснациональные корпорации. Вот наш враг. Почему мы не становимся Брестской крепостью? Зачем мы этот деструктив допускаем своей семье? У нас что, недостаточно как бы разума, чтобы, вот вы же завернули вот эти фантики, значит, вы придумали хитрость, смекалку проявили, значит, давайте думать, как нам действовать дальше. Мы же должны встать на защиту, это наша жизнь, это дети продолжения нашего рода, мы хотим продолжать свой род, или как? Мы же не можем отдать это на откуп вот этим транснациональным корпорациям, это невозможно. сегодня мы дошли до этого последнего рубежа, мы же это понимаем, в чем мы ушами хлопаем. Все. Аплодисменты.